Какую акулу считают настоящим мастером маскировки? Сколько лет живет гренландская полярная акула? Что известно о размножении речного угря и чем уникален квизал? Смотрите до конца и вы все узнаете. В этом выпуске я расскажу вам о самых редких и необычных существах. Гренландская полярная акула 13 марта 2022 года на побережье Великобритании люди наткнулись на вот такую вот интересную находку. Это явно было тело одного из морских обитателей, но кого именно, очевидцы долго не могли установить. С одной стороны, создание сильно напоминало акулу, с другой, не было похоже ни на один из известных всем видов. Может это мутант или кто-то еще неизвестный науке? Прозвучало где-то в рядах туристов. Конечно же нет, ответили ученые, ворвавшиеся в обсуждение находки сразу же, как только снимок загрузили в сеть. Со слов специалистов, это совершенно точно было тело гренландской полярной акулы, самой северной и самой холодолюбивой. Максимальная зарегистрированная длина этой акулы составляет 6,4 метра. Другие особи тоже довольно крупные, а еще их всех объединяет медлительность и любовь к рыбе и падали. Но самое интересное в этой редкой акуле, это конечно же ее продолжительность жизни. Согласно анализу ученых, гренландские полярные акулы могут жить по меньшей мере 272 года. Возраст же самой большой из найденных акул некоторые ученые оценили в 500 лет. Да, большие белые акулы, о которых так часто все говорят, настоящая мелочь по сравнению с гренландскими полярными, как в плане габаритов, так и в плане длительности жизни. Кстати, именно из-за подобного долголетия эти акулы за время жизни покрываются странными пигментными пятнами и множеством складок. Зрелище, мягко говоря, отталкивающее. Однако часть ученых считает, что именно благодаря такому противному окрасу многие хищники боятся на них нападать. Вторая причина долголетия – это, конечно же, медленный метаболизм. Причем у акулы замедленно не только переваривание пищи, но и старение. И пускай плавает акула не быстрее нескольких километров в час, зато в ледяных водах она чувствует себя просто прелестно. Тем не менее, когда становится слишком холодно, столь медленный метаболизм уже не помогает, и в дело вступает триметиламиноксид. Это такое вещество, содержащееся в их тканях и помогающее стабилизировать ферменты и структурные белки, которые иначе не функционировали бы должным образом из-за низкой температуры и высокого давления. Проще говоря, с этой штукой в крови не образуется кристалликов. Кстати, вспомнил один жуткий факт про этих акул. Хотите, расскажу. Видите, у них светятся глаза? Так вот, это свечение не самих глаз, а паразитов, которые отъедаются на акуле. При этом сама хищница совсем не против такого расклада. Дело в том, что она проводит свой досуг на большой глубине, там, где мало света. Из-за этого любой, даже самый незначительный лучик, привлекающий внимание, будет полезным. Другие рыбы плывут на это странное свечение в кромешной тьме и сразу же становятся сытным обедом. Уверен, после всех этих необычных и местами даже пугающих фактов про гренландскую полярную акулу, вы подумали, что более странных акул в мире не бывает. Ну, понятие странное, довольно субъективно, знаете ли. Мне вот, например, плащеносная акула кажется еще более странной. Начнем с того, что она охотится подобно змее, сгибая свое тело и совершая резкий бросок вперед. Длинные и очень подвижные челюсти позволяют целиком проглотить крупную добычу, тогда как многочисленные ряды мелких и острых, как иглы зубов, не дают ей вырваться. А бедом этого монстра глубин регулярно становятся головоногие, а вместе с ними и костистые рыбы, и даже другие акулы. Радует лишь то, что плащеносная акула не вымахала до 7 метров в длину. Ее размеры ограничились всего двумя метрами. А вот где она явно преуспела и даже заняла первое место, так это в рождении и потомстве, а точнее в сроке беременности. Он у плащеносной акулы самый длительный среди всех позвоночных и может составлять до 3,5 лет. Свое название, как ни странно, акула получила за широкие кожные складки, образованные жаберными волокнами, которые прикрывают жаберные щели. Всего, кстати, этих щелей по 6 штук с каждой стороны. Хотя, знаете, я бы дал этой акуле другое название – печеночная. Мне кажется, оно подошло бы больше, ведь печень у нее просто гигантская. Орган наполнен липидами низкой плотности, благодаря чему акула может успешно находиться на глубине без каких-либо физических усилий. Но если вы и теперь думаете, что более удивительных акул не бывает, я снова поспешу вас в этом переубедить. А поможет мне в этом ковровая акула. Она же усатая, или как ее еще называют – вабигонговая. Кстати, последнее и довольно странное название акулы – вабигонговая – восходит к одному из аборигенных языков Австралии и означает «косматая борода». Рыба, в отличие от двух наших предыдущих гостей, проводит свою жизнь на мелководье в морях умеренного и тропического пояса в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов. А как нужно выживать на мелководье? Правильно, нужно умело прятаться. Наш гость и впрямь напоминает старый ковер из прихожей, потрепанный по краям от многих лет использования. Как правило, ковровая акула прячется где-то между скал, расщелин или недалеко от водорослей. И даже несмотря на то, что сама по себе она довольно длинная, до трех метров, она успешно сливается с окружающей средой. Камуфляж подцветдонного ландшафта служит как великолепной защитой, так и замечательным прикрытием. По мере эволюции ковровая акула обзавелась даже наростами, чтобы лучше маскироваться под что-то ужасное и несъедобное. Мне кажется, что все это нужно акуле лишь для того, чтобы мирно и спокойно проживать свои деньки и не участвовать в драках. Ага, как бы не так. Не стоит забывать, что это по-прежнему акула. Если те же белые акулы наводят шумиху и действуют эффектно, то вот ковровая напротив предпочитает стелс и тишину. Притаившись на дне, она как молния настигает жертву за один едва ли заметный глазу рывок. Он не требует много энергии, но его вполне достаточно. Ну а за рывком, собственно, начинается трапеза. Ведь после выпада, с большой долей вероятности, враг уже будет во рту у ковровой акулы. Причем даже если охота не удастся, и враг с дикой волей к жизни сумеет выбраться, долго он вряд ли проживет. Дело в том, что зубы ковровой акулы легко вылетают из челюсти, даже от небольших нагрузок, оставаясь в ране. Вытащить их из тела без вмешательства хирурга очень сложно. Ну а с опытными врачами в подводном мире, как мы знаем, дела обстоят так себе. Ах да, эти самые утерянные зубы довольно быстро отрастают по новой, поэтому ковровая акула толком ничего не теряет. Редкие и необычные акулы – это, конечно же, здорово, но ведь в мире полно и других невероятных существ, о природе которых вы даже не догадывались. Именно о них я сейчас вам и расскажу, поэтому обязательно оставайтесь и смотрите видео до конца, будет интересно. И в первую очередь я бы хотел рассказать вам о пушистых, с виду довольно милых, но очень и еще раз очень опасных мохнатых муравьях. На самом деле, хоть этих существ и называют муравьями, к ним они никакого прямого отношения не имеют. Такое название им дали исключительно из-за внешнего сходства в своей бескрылой форме. А так, перед нами осы немки. Почему немки, на самом деле тоже непонятно. Живут эти создания в южных степных районах. Причем живут уже давно. Говорят, что люди находили останки этих псевдомуравьев в породах возрастом 40 миллионов лет. Забавно, но даже несмотря на это, изучать мохнатых муравьев толком так никто и не взялся. Биологи оправдываются тем, что найти их очень непросто. Но что-то мне подсказывает, люди просто сильно боятся. Главное, что ученые успели разузнать про этих ос, так это то, что у них очень ярко выражен половой диморфизм. Иными словами, разница между самцом и самкой просто космическая. Самцы, например, отлично видят, вырастают до 5 сантиметров в длину, носят тусклые одеяния и умеют летать. Самки же слепы, примерно в два раза меньше самцов, наряжаются в яркие наряды, а также всю свою жизнь проводят на земле и без крыльев. И здесь вы, наверное, подумаете, как так? Самцы, ладно, могут выживать из-за умения летать и, возможно, из-за хорошего зрения. Ну а самки-то как существуют? Не летают. Такие маленькие, да еще и слепые. Магия не иначе. А я вам скажу, волшебство здесь ни при чем. Все дело в их секретном оружии, в первую очередь состоящем из крепкой брони. Справиться с подобной невероятно сложно даже для птиц и млекопитающих. Второй фактор, позволяющий самкам выживать, это их жало. Считается, что осы немки – обладательницы одного из самых опасных жал среди всех ос. Они вызывают чувствительную боль, часто чрезвычайно болезненные, но обладают низкой токсичностью или летальностью и имеют защитное значение. Дошло даже до того, что один из видов этих ос прозвали убийцей коров. Конечно, здесь есть место сильному преувеличению, но тем не менее. Ксенофеофора Вот такое необычное название было дано нашему следующему гостю выпуска. Это не рыба, не какое-нибудь там летающее создание и даже не крупный хищник. Но кто в таком случае это может быть? А я вам скажу, это удивительный представитель одноклеточных организмов, который живет на дне океана на глубине в более чем 10,5 тысяч метров. Помимо всего прочего, ксенофеофора вырастает до 20 сантиметров в длину, что просто поразительно, учитывая, что это одноклеточный организм. Разумеется, чтобы стать таким богатырем, созданию пришлось пойти на некоторые хитрости и научиться добывать много еды. Касательно последнего, это самое простое. Ведь места, где живут ксенофеофоры, полны ила и глубоководного снега в лице органических останков, падающих на дно. Для нас, сложных теплокровных многоклеточных, эта пища слишком некачественна и низкокалорийна, но неторопливым ксенофеофором ее хватает. Другой вопрос уже не такой легкий в решении. Как одноклеточному созданию научиться выживать под таким большим давлением? Что бы этого ни случилось, наш одноклеточный переросток соорудил для себя бронежилет из песчинок. Он вырабатывает гибкие органические нити, самостоятельно панируясь в песке и закрепляя все цементом своего же производства. Правда, смотрится это все, мягко говоря, не очень. Но с другой стороны, кому какое дело до внешнего вида. Главное ведь, что это работает. Помимо странного строения и огромной глубины, на которой они живут, эти организмы также могут быть пропитаны и радиоактивными солями. Зачем они концентрируют в себе столько токсичной гадости, не совсем понятно. Возможно, это такой способ пассивной защиты, ведь стоит кому-то хотя бы раз попробовать ксенофеофору на зубок, и этот обед тут же станет для него последним в жизни. Да уж, я явно не ожидал, что обычный одноклеточный организм может оказаться настолько интересным и не похожим ни на кого другого. Кстати, об уникальности, сейчас я расскажу вам о пауке, который тоже не похож на привычных всем нам членистоногих. Это мезумена косолапая, или как ее еще называют, паук-краб. Второе название, к слову, ей дали за манеру передвигаться боком. Самцы этих пауков вырастают до 4 сантиметров в длину, самки меньше и обычно не более 1 сантиметра. И это, кстати, не единственное их различие. Самцы сочетают в своем наряде черный, белый и коричневые цвета, а вот самки предпочитают белый, желтый и бледно-зеленый. Причем окраску мезумена косолапая может менять прямо на ходу, подобно хамелеону. Она выделяет пигменты и почти сразу же сливается с растительностью. Очевидно, что такая особенность нужна мезумене косолапой ради выживания, а точнее ради маскировки с целью атаки или же с целью пряток от более опасных существ. Что касается рациона нашей гости, он, как правило, состоит из насекомых-опылителей, которые садятся на цветок и даже не подозревают, что рядом с ними находится голодный до жути паук. Вместо того, чтобы томно плести паутину, мезумена косолапая выскакивает на свою жертву из засады. Один удар, и насекомое отправляется на тот свет. Единственное, что придется совсем немного подождать, пока токсин, который паук вводит в своего врага, все хорошенечко растворит. Гватемальский квизал Так зовут нашего следующего гостя, и по совместительству самого крупного из квизалов и вообще всех трагоновых птиц. Общая длина этого красавчика вместе с хвостом достигает 40 сантиметров. Птица древняя и высоко почитаемая. Ацтеки, которые встречали этих пернатых, с огромной честью заимствовали у них одно перо и украшали им свой головной убор. Его наличие было признаком высокого статуса человека. Рацион квизаля почти целиком состоит из плодов акотеи, довольно распространенного тропического дерева. Однако поедает квизал и плоды других деревьев. В одном из заповедников, например, пернатая отведала как минимум 41 вид растений. Разумеется, что не это самое интересное в нашей птице. Весь сок в ее внешнем виде. Вы когда-нибудь встречали пернатого змея? Теперь точно да. К сожалению, эта птица не слишком часто радует людей своим удивительным внешним видом во время полета. Все свободное время гватемальский красавчик сидит на деревьях, вытянув голову и опустив хвост. Такое поведение способствует маскировке птицы, окраска которой, несмотря на ее яркость, сливается с зеленью листвы. Уверен, люди, которые впервые в своей жизни увидели эту птицу, подумали, что они нашли какое-то мистическое существо. Настолько он не похож на остальных. А вот кто вряд ли похвастается уникальностью, по крайней мере в своем названии, так это речной или обыкновенный угарь. С виду он ничем не может удивить, но поверьте мне, это совсем не так. Если хоть чуточку разобраться в природе этого существа, станет ясно, что, во-первых, оно находится в красной книге, во-вторых, вырастает до 122 сантиметров и весит до 6,6 килограммов, ну а в-третьих, что удивило меня больше всего, может преодолевать около 8 километров. Нет, стоп, около 8 тысяч километров, лишь для того, чтобы спариться, а потом умереть. Для того, чтобы такое кругосветное путешествие удалось, в их кровь начинает поступать ударная доза кортизола. Это вещество также называется гормоном стресса. Речным угрям необходимо полностью перестроить свой организм, чтобы этот трип удался. Они регулируют углеводный обмен в крови, сменяют окрас и вообще не охотятся, протягивая лишь на жировых отложениях. Киты-убийцы. Кто они? И почему их называют самыми опасными хищниками океанов? Сейчас расскажу. Косатки – одни из самых больших хищников в океане и на всей планете в принципе. Взрослая косатка может весить 3-4 тонны, хотя есть особи, весящие до 8 тонн. В длину же эти гиганты вырастают до 10 метров. Само собой, такой туши нужно много еды. И иногда косатки охотятся на главных гигантов океана, китов, просто чтобы прокормиться. На самом деле почти все киты – безобидные создания, ведь они не хищники, питаются планктоном и рачками и просто спокойно плавают по океану, никого особо не беспокоя. В этом плане можно сказать, что буквально любой морской хищник опаснее их в 100 раз. Но косатки опаснее не только мирных китов, но и злых гигантов, например, кошелотов, хищных и прожорливых китов. Кошелот – по сути единственный кит, способный противостоять косаткам. Во-первых, он больше их, а во-вторых, он может не только отбиться от китов-убийц, но и сам напасть на них. Но это происходит не так часто. Куда чаще сами косатки нападают на кошелотов. Огромные особи им не по зубам, но вот детеныши кошелотов – лакомства подходящие. Детеныш кошелота весит около тонны и длиной метра 3-4 – самое то для ужина на всю семью косаток. Эти киллеры жестоко расправляются с ними, не давая взрослым китам защитить детенышей. Но все же иногда тем это удается, и косаткам приходится искать другую добычу. Например, других китов. В этом случае они могут уже поохотиться и на взрослых здоровяков. Один из их излюбленных деликатесов – серый кит. Ученые не раз фиксировали и снимали на камеру, как стая голодных косаток нападала на серого кита. Они изнуряют жертву, а когда та устает от погони и защиты, начинают наносить укусы, и уже через несколько часов от туши гиганта мало что остается. Таким же образом косатки нападают и на горбатых китов. И это не предел. Для них не проблема сразиться даже с синим китом, главным здоровяком планеты. Косатки – очень умные животные, поэтому понимают, что такую громилу завалить непросто. Для этого они используют тактику. Например, могут отвлечь кита, заставить того раскрыть пасть и откусить ему язык. Это ослабит гиганта. В дальнейшем косатки могут просто бодать и таранить кита, наносить ему повреждения и измотать до смерти. После этого, неважно, пойдет ли кит ко дну или останется на поверхности, косатки позовут друзей и устроят пир. Окей, киты – существа крупные, но они едва ли могут чем-то ответить косаткам, ведь они добродушные гиганты, да и только. Но что насчет злых и опасных морских хищников? Например, пресловутых акул. Смогут ли они победить косаток? Сомневаюсь. Косатки – это те самые ребята, которым всегда нужен вызов в жизни, какой-то челлендж, чтобы было хоть немного интересно, ведь все время всех побеждать скучно. Тогда они могут попробовать себя в бою с акулой. Этот бой достаточно трудный, но косатки все равно выходят из него победителями в абсолютном большинстве случаев. Что уж там, даже одна косатка может выйти победительницей из схватки против целой стаи акул. Это чистая правда. Косатки – одни из немногих животных, которые охотятся на акул с целью пропитания. Стая косаток без труда загасит зубастую рыбу. Та намного глупее, у нее нет тех умений, что есть у косаток, а сами киллеры действуют очень слаженно и умно. Например, они бьют акул по слабым местам, включая жабры, могут ударить по печени и даже выесть ее прямо во время боя. Таким образом, косатки убивают двух зайцев сразу, нейтрализуют врага и мгновенно получают доступ к внутренним органам, которые богаты питательными веществами. И все же битвы с акулами и китами скорее исключение, чем правило. Да, косатки способны их победить, и они это прекрасно знают, но это требует немало усилий. Они могут себя так развлечь, но не часто. Куда практичнее питаться кем-то менее опасным, сильным и крупным. К несчастью для тюленей, природа выбрала именно их основной мишенью китов-убийц. Это главное блюдо в меню косаток. Тюлени тоже создания хищные, но они совершенно бессильны перед косатками. В прямом противостоянии у них ноль шансов. Именно поэтому, если тюлень находится в воде, он не может спастись. Черно-белый монстр слопает его в два счета. Но вы ведь помните? Косаткам нужен вызов. Такая охота – это какая-то легкотня. Куда интереснее устроить совместную охоту с собратьями, нагулять аппетит и немного повозиться с жертвой, а не просто съесть ее за минуту. Этим занимаются косатки в холодных водах, где есть льдины. Киты-убийцы обладают эхолокацией, поэтому всегда знают местоположение каждого из своей команды киллеров, словно перед ними мини-карта в видеоигре с отображением союзников. Это помогает им чувствовать пространство и не мешать друг другу. Это важно, ведь тут в дело вступает тактика и слаженность. Тюлень лежит на льдине, а значит, сперва его нужно сбросить в воду. Сделать это можно двумя способами. Либо раскалывая толстый лед снизу, либо устраивая мини-цунами и смывая ластоногого волнами. Косатки чаще всего используют второй вариант. Они выдвигаются группой к жертве, в нужный момент разгоняются, запускают волну и встают на позицию, ожидая падения тюленя в воду. У бедолаги есть лишь один шанс спастись, перепрыгивать по сломанным льдинам, держаться на льду до последнего и скорее выбираться к берегу. Сделать это непросто, ведь перед охотой умные косатки проводят разведку местности и смотрят, куда может отступить тюлень, какие льдины есть в окрестностях, в каких местах можно срезать и разогнаться и так далее. Причем тюленю необходимо добраться именно до берега, а не до мелководья, ведь опасно будет даже там. Косатки нередко буквально выбрасываются на берег и едят тюленей у самой кромки воды, в паре метров от сухого песка. Выглядит это жутко. Но еще более жутко то, что косатки очень часто играются со своими жертвами. Когда та уже поймана, киты-убийцы могут не сразу приступить к еде. Сначала они как следует поиздеваются над тюленем, например, пошвыряют его от всей души. Со всей силы косатка может подбросить кита из воды метров на 25 в воздух. Представьте, какие они мощные. Также косатки могут давать пощечины своими хвостами, бить добычу о воду, перекидывать ее друг к другу или съесть прямо на глазах у их сородичей. Такое бывает, когда косатки охотятся у самого берега. Эти существа – реальные психи и маньяки. Иногда они даже не убивают своих жертв, а лишь дико пугают их. Например, могут заставить тюленя забраться на лодку к человеку или быстро выскочить на берег. Так косатки демонстрируют свое полнейшее доминирование. А иногда косатки могут прикончить добычу, но не есть ее. Ученые не раз наблюдали этот странный феномен. Например, находили возле берега тела животных со следами зубов косаток. Или видели, как косатки кошмарили жертву, расправлялись над ней и просто уплывали по своим делам. Не до конца понятно, почему это так происходит, но есть несколько версий. Согласно первой, косатки таким образом просто убивают время или тренируются, оттачивая и без того классные охотничьи навыки. Либо таким образом они могут показывать молодым особям, как надо правильно охотиться. Согласно второй версии, косатки попросту крайне жестокие от природы, и таким способом они демонстрируют свои садистские наклонности. После услышанного многие из вас начнут дико бояться косаток. Но знайте, не стоит делать поспешных выводов. Почему, узнаете чуть позже. А пока пара интересных фактов про этих черно-белых киллеров. Метаболизм и питание. Поговорим еще немного про охоту и питание. У косаток очень быстрый метаболизм, и во многом именно эта черта сделала их киллерами. Им попросту необходимо есть регулярно и много, иначе они умрут. Насколько много? В день косатки требуется 100-150 килограммов еды. Косаткам повезло, что с голодом они бороться умеют. Они очень сильные и могут прикончить вообще любого обитателя океана. В этом им помогает не только тактика и развитые охотничьи навыки, но и невероятная сила укуса. Ученые считают, что она у них достигает 84 тысячи ньютонов. Это примерно в четверо больше силы укуса белой акулы. Из морских существ за всю историю лишь мазозавры и мегалодоны кусались сильнее. Вы знали, что косатки линяют? Да, прямо как какие-нибудь змеи. Но происходит у них это иначе. Со временем кожа косаток желтеет, появляется своеобразный налет. Происходит это из-за особых водорослей. Это верный признак того, что нужно менять прикид. Для этого косатки мигрируют в теплые воды, где у них обновляется кожа. Делают они это быстро, примерно за месяц. И уже вскоре возвращаются с яркой черно-белой кожей. Кстати, пятна у косаток уникальны у каждой особи. Так же, как полосы у зебр, точки на носу у кошек или отпечатки пальцев у нас. Это позволяет ученым идентифицировать их индивидуально. Отношения с человеком Косатки уничтожают всех животных в океане. Съедают тонну еды за неделю с небольшим. Торопятся с линькой, чтобы поскорее вернуться в родные края и продолжить всех кошмарить. А что насчет нас? Что делают косатки с нами? Удивительно, но тут не все однозначно, как в случае с их добычей. Например, если люди плавают на лодке, косатки могут пуститься в погоню. Они могут либо просто плыть за лодкой или кораблем и пугать людей, либо даже атаковать судно. Иногда они наносят ущерб, а иногда даже топят лодки. И когда человек окажется за бортом, косатка просто поплавает с ним. Она не станет его есть, а будет просто играть с ним. Причем в хорошем плане, не как со своей добычей. Удивительно, но косатки могут прикончить акулу, кита, тюленя, но не человека. Они не опасны для нас. Многие дайверы и пловцы подтвердят это. Ученые считают, что это потому, что косатки очень умные. Они понимают, кто мы такие, не боятся нас и в то же время не заинтересованы нами в качестве пищи. Поэтому плавать с косатками очень даже безопасно. Если что, они защитят вас от акулы и быстро разделаются с ней. Но есть нюанс. Все это работает только в дикой природе. В неволе косатки становятся другими. Да, они отлично выполняют трюки в океанарюмах, радуют зрителей и ладят с дрессировщиками, но в любой момент их может переклинить. Из-за недостатка пространства и приключений, а также из-за недостатка пищи, косатки могут внезапно напасть на человека. В одних случаях все заканчивается испугом и небольшим укусом, а в других – трагичным исходом. Такие вот они, эти черно-белые киллеры. А сейчас я расскажу вам о самых опасных животных Африки. Как вы думаете, какое африканское животное считается самым опасным и агрессивным? Было бы логично предположить, что это грозный лев, ядовитая змея или зубастый крокодил, но на самом деле больше остальных стоит опасаться бегемотов. Статистически, именно эти звери являются самыми опасными и агрессивными животными Африки, которые ежегодно убивают больше людей, чем те же львы или крокодилы. Бегемоты лишь кажутся забавными и неуклюжими, но на самом деле это совершенно не про них. Несмотря на огромную массу, достигающую 3-4 тонн и несуразное тучное тело, эти травоядные киллеры двигаются очень быстро. На земле они развивают скорость до 30 километров в час, а в воде около 15 километров в час, поэтому убежать или уплыть от них нереально. Бегемоты не хищные создания, поэтому они не нападут на человека ради еды, но если гиганту что-нибудь не понравится или ему покажется, что человек посягает на его территорию, он непременно атакует и попытается прикончить. Бегемоты обладают мощнейшим таранным ударом, который сминает машины и являются обладателями очень острых и длинных зубов и сильнейших челюстей, поэтому им вообще все равно на кого нападать. Победить они могут кого угодно, кроме разве что слонов, те попросту намного больше. Что касается слонов, то они тоже не так просты, как кажется. Да, это травоядные создания, да, они достаточно спокойные, но в то же время у них есть темная сторона, и в этой роли слон представляется крайне опасным и агрессивным животным. Африканский саванный слон – самое крупное наземное животное планеты, которое может достигать 7 метров в длину, почти 4 в высоту и весить до 12 тонн. Добавьте к этому острые бивни и нереально сильный хобот, и вы получите настоящий танк, с которым боятся связываться все африканские животные. Слона сложно назвать безбашенным животным, но если он из-за чего-либо взбесится, то лучше мгновенно сваливать. Слон способен уничтожить машину в два счета, что уж там, слон без особого труда может расправиться даже с такими гигантами саванны, как буйвол, крокодилы или носорог. На самом деле, слоны в основном атакуют именно других животных, а не людей. Что касается людей, то по одной из версий, эти гиганты с хоботами нападают на них из мести. Если в какой-то момент член стада был застрелен охотниками, то однажды один из слонов, который видел это, может отомстить местному населению или туристам за смерть сородича. Не зря же говорят, что у слонов отличная память. Носорог Африка – дом для двух видов носорогов – черного и белого. На самом деле, названия номинальные, оба вида по сути серого цвета. Кстати, черные носороги прямо сейчас находятся на грани вымирания, а в Западной Африке их уже считают вымершими. Но не стоит расслабляться, в Африке все еще полно носорогов, которые представляют огромную опасность. Как и в случае со слонами и бегемотами, все дело в массе. Хоть носороги травоядные, они огромные и представляют собой живые бронемашины. Несмотря на габариты, носороги – феноменальные спринтеры для своих размеров, способные развивать скорость до 50-55 километров в час. Прибавим к этому плохое зрение, маленький мозг, плохое настроение и привычку сердиться по пустякам, и вы почувствуете себя немного максимально некомфортно, если перед вами окажется носорог. Этот гигант не любит туристов, их машины и животных саванны, и при случае не откажется продемонстрировать всю свою мощь. Бродя по Африке на наличие слонов, носорогов и бегемотов, но и смотреть под ноги, ведь в любой момент может показаться черная мамба. Ее справедливо считают самой агрессивной и опасной змеей Африки. Мало того, что у нее один из самых мощных змеиных ядов, так она еще и является самой быстрой змеей, способной развивать скорость до 11 километров в час. При атаке черная мамба старается нанести несколько укусов. Такая тактика нападения крайне опасна не только для людей, но и для животных. За одну атаку мамба способна прикончить сразу несколько жертв. До появления противоядий укус этого монстра неизменно приводил к летальному исходу. К счастью, антидот теперь есть, но это не особо утешает. Ввести его необходимо немедленно. Если этого не сделать, вероятность смерти составит 100%. Акулы Африка – это не только раскаленные пустыни, кусты и грязные водоемы, но еще и моря и океаны, которые ее омывают. Там, конечно же, царствуют акулы. Опаснее всего в этом плане у побережья Юар. Здесь одна из самых высоких концентраций хищных акул на планете, которые регулярно нападают на пловцов, дайверов и серферов. За последние годы эта область стала известна как «Аллея Акул». Не особо хорошая ситуация и в Египте. Эта страна признана одним из главных курортов мира, но как-то не сильно хочется плавать в местных водах, зная, что там водятся кровожадные акулы. Печально известен город Хургада, где в июле этого года в одни сутки произошли два смертельных нападения акул на глазах шокированных туристов. Небезопасно даже в африканских реках. Даже здесь можно наткнуться на акул, бычьих акул, которые уживаются в пресной воде и свободно преодолевают пороги рек. Эти агрессивные хищники держат в страхе речную фауну и нападают даже на огромных бегемотов. Лев В Африке можно найти три опасных вида больших кошек – гепарда, леопарда и льва. Из них гепард считается менее опасным, так как он хоть и сверхбыстрый, но не очень крупный. Леопард очень опасен, но эти коты живут поодиночке, а вот львы представляют наибольшую опасность, ведь цари зверей живут в многочисленных прайдах. В них же они охотятся. Конечно, первоочередными целями львов являются другие животные, но и человек может стать жертвой этого опасного большого кота. В основном на людей охотятся самцы. Нередко львы обходятся лишь одним убийством человека за всю жизнь, но история знает случаи появления полноценных львов-людоедов, которые отправляли на тот свет людей целыми группами. Например, в 1930-х-1940-х годах в Танзании оперировал целый прайд агрессивных и кровожадных львов-людоедов, которые за все время прикончили не менее полутора тысяч человек. Не стоит недооценивать этих кошек и уж тем более пытаться приблизиться к ним и погладить. Кусаются они намного больнее и свирепее, чем ваш домашний кот. Буйвол Несмотря на то, что африканский буйвол – это очередное травоядное в этой подборке, его не стоит недооценивать. Это вам не безобидный домашний бык, а настоящий киллер. Недаром местные называют его «черная смерть». Он регулярно нападает на людей, атакует животных и, в принципе, всем своим видом и поведением говорит о том, как его все бесят. В отличие от своего азиатского сородича, африканский буйвол никогда не был одомашнен. Все дело в его непредсказуемом характере. Из-за него он не может быть надежным и безобидным сельскохозяйственным животным. Эти гиганты с острыми рогами безжалостны. Эксперты называют их самыми опасными животными из африканской большой пятерки. А туда, помимо буйвола, входят слон, носорог, леопард и лев. Именно поэтому охотники зачастую стараются завалить именно буйвола. И именно поэтому от этих африканских быков стоит держаться подальше. И напоследок небольшой бонус. Самое смертоносное животное Африки. Хотя не только Африки, а всего мира в целом. Удивительно, но это не огромный бегемот, не разъяренный крокодил и даже не зубастая акула, а кроха-комар. А точнее, малярийный комар. Его нельзя назвать агрессивным созданием, однако смертоносность у него запредельная. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в мире происходит свыше 200 миллионов случаев заболевания малярией, и более полумиллиона человек умирают от этой болезни. На Африку приходится свыше 95% всех случаев, что делает малярийных комаров самыми лютыми киллерами материка. Радует одно – ученые вовсю работают над вакциной от малярии, и уже в обозримом будущем это заболевание может навсегда исчезнуть. А теперь я расскажу вам об одном из самых опасных крокодилов в мире. Еще один интересный факт про грибнистых крокодилов заключается в строении их тела. У них относительно широкое и массивное туловище, из-за чего ранее их называли аллигаторами. Как оказалось позднее, ученые ошибались, ведь эти существа – самые настоящие крокодилы. Вы, кстати, знаете, в чем разница между аллигаторами и крокодилами? Из общего у них отряд крокодилов, к которому они принадлежат, а вот из различий – внешний вид, челюсть, а также ареал и среда обитания. Крокодилы крупнее аллигаторов, у них более узкая и длинная морда. Также, когда челюсть крокодила сомкнута, то виден большой четвертый зуб нижней челюсти. У аллигатора же верхняя челюсть закрывает эти зубы. Крокодилы распространены в Африке, Азии, Америке и Австралии. Аллигаторы встречаются только на территории Америки и Китая. Наконец, некоторые крокодилы, как грибнистые, приспособлены к жизни в соленой воде, а аллигаторы обитают исключительно в пресной. Предлагаю на этом не останавливаться и еще больше погрузиться в мир крокодилов. Смотрите дальше, чтобы увидеть самых маленьких, самых безобидных, самых редких и самых необычных крокодилов в мире. Тупорылый крокодил. Раз уж основная часть выпуска была посвящена крупнейшему крокодилу в мире, то было бы правильно рассказать и о самом маленьком крокодиле. Тупорылый или карликовый крокодил – настоящая кроха. Его можно взять на руки, а на некоторых кадрах кажется, что это всего лишь детеныш крупного крокодила. Но нет, это взрослая особь, которая редко вырастает более чем на 150 сантиметров в длину. Весит такая рептилия около 20-30 килограмм. Обитает он в Западной Африке. В отличие от бесстрашного грибнистого крокодила, карликовый – достаточно скрытное и робкое животное. Он скромно уплетает рыб, ракообразных, амфибий, улиток и падаль, проглатывая добычу целиком. Разорвать ее на части он не может физически. По этой причине, а также из-за размеров, тупорылый крокодил не опасен для человека. Ганский гавиал. А этот зубастик еще более безопасен. Ганский гавиал из Индостана – уникальное и очень интересное животное. Во-первых, у него очень необычный внешний вид, чего только стоит очень узкая и длинная морда, из-за которой челюсти гавиала напоминают пилу. Во-вторых, ганский гавиал очень крупный и лишь немного отстает от грибнистого крокодила. Самцы могут вырастать до 6 метров в длину. В-третьих, в Непале и Индии ганский гавиал считается священным животным. Но что самое удивительное – гавиал безопасен для человека. Укусить он может в крайне редких случаях. Наоборот, это сам человек всегда доставлял этим рептилиям кучу неприятностей. Прежде всего, ценилась кожа, из которой делали всевозможные вещи. Азиаты-фармацевты платили бешеные деньги за различные части тела этого животного, а рестораторы – за яйца, из которых готовили деликатные блюда. Как итог, сейчас ганский гавиал находится на грани вымирания. Филиппинский крокодил. Как и это создание. Филиппинского крокодила многие называют самым редким на планете. В настоящее время это удивительное создание обитает исключительно на Филиппинах, а популяция всего вида не превышает и двухсот особей. Как всегда, виноват человек, который нелегально охотится на этих рептилий, а также уничтожает их среду обитания в своих корыстных целях. Скорее всего, уже очень скоро вид вымрет окончательно. Ну и напоследок, давайте взглянем на самого необычного крокодила планеты. Белого крокодила, а точнее, белого аллигатора. Такие периодически рождаются в США. Помимо того, что эти создания необычные, они еще и крайне редкие. Считается, что в мире существует лишь 12 подобных аллигаторов. Их уникальный окрас – следствие лейкизма, при котором окрашена только небольшая часть кожи животного, а глаза имеют голубой цвет. Существуют также аллигаторы-альбиносы. В мире их насчитывается лишь несколько десятков. Как и белые аллигаторы с лейкизмом, альбиносы обитают только в зоопарках и на фермах. Несмотря на всю свою мощь и немалые размеры, в дикой природе они попросту не выжили бы. Во-первых, белый цвет делает их более заметным для высших хищников, а во-вторых, их кожа очень восприимчива к солнечным ожогам. Возможно ли увидеть гибрид зебры и носорога? Далее я расскажу вам о самых редких гибридах животных. Бегра. Вам никогда не было интересно, как бы выглядели два совершенно разных и непохожих друг на друга животных? Кто-то вроде скрещенных зебры и бегемота. Звали бы этих необычных созданий беграми, а выглядели бы они примерно так. Это, если что, не моя больная фантазия, так нам этот гибрид изобразил искусственный интеллект. Слушайте, а ведь ничего, вполне гармонично и необычно смотрятся. От зебры бегра возьмет маскировочный окрас и высокую скорость бега, а от бегемота – уверенность в себе, огромную пасть и большую усилищу. Хотели бы, чтобы это необычное создание и вправду где-нибудь водилось? Напишите в комментариях. Саванна. Кошка с таким необычным названием является результатом плотских утех, ушастого сервала с гепардовой шубкой и домашней кошки. Невероятная любовь африканского дикаря к цивилизованной мурке случилась, конечно, не без участия человека. При этом результат оказался предсказуем, но не столь однозначен. Получившийся на свет кот очень грациозен и аккуратен, его размеры в холке варьируются от 30 до 60 сантиметров. Весят такие кошки до 15 килограмм, их голова имеет немного треугольную форму. По характеру эти красавцы крайне неординарны, в них сочетаются независимость дикаря и собачья привязанность к человеку. В роли хозяина Саванна признает только одного человека. Он у нее один на всю жизнь, киска тяжело переживает расставание и тем более смену владельца. Сказать, что эти кошки умны, это ничего не сказать. Мурка в любой момент готова выучить любой трюк или запомнить указ владельца. Несмотря на податливость, Саванна предпочитает быть лидером в отношении с другими животными. А еще, поскольку она очень энергична и произошла от сервала, кошка обладает нескончаемой энергией и обязательно должна ее куда-либо тратить. Из интересного про этих существ можно рассказать об их ушах, которые умеют поворачиваться на 180 градусов. А еще Саванны умеют прыгать на 6 метров в длину. Шалайка Такое название носит российский гибрид шакала и немецкой оленогонной лайки, выведенной Климом Сулимовым в 1983 году. Говорят, вывели ее по приказу правительства, а такое название было придумано простыми журналистами. Представителям этого гибрида свойственны крепкий и мускулистый костяк, небольшой размер и сильные лапы. Уши похожи на волчьи с заостренными концами, но с черной, глаза карии с оттенком янтаря. Шерсть с густым подшерстком, короткая и жесткая, благодаря которой гибриду не страшны перепады температур от минус 70 до плюс 50 градусов. Хвост толстый и пушистый, закручен в кольцо. Главным плюсом шалайки, из-за которого вообще и было начато ее вовведение, считается отменный нюх. Уже в возрасте двух месяцев щенки могут находить предметы, которые будет не по силам отыскать другим, даже взрослым породам и щейкам. Эти псы невероятно энергичны и неконфликтны. В обычной жизни, по сути, никак не отличаются от стандартных собак. Из интересного, чтобы шалайка не потеряла интерес к работе, ей в случае отсутствия контрабанды делают подкладки. Еще бы, мне тоже было бы обидно, если бы я ничего не мог найти, когда моего нюха достаточно, чтобы отыскать что угодно. Ученые экспериментируют не только в плане наземных животных, но и не забывают о подводных. Так, одной из их необычных работ стало выведение гибрида дельфина и касатки. Назвали его Вольфин. Представление этого животного наделало много шума и в прессе, и в мире зоологов, так как никто и представить себе не мог, что такое спаривание вообще возможно. Несмотря на положительный исход, прожить детенышу удалось всего 200 дней. На этом ученые решили не отчаиваться и не останавливаться. Вторым касатка-дельфином стала самка, появившаяся в Америке в 1985 году. Ее назвали Кекаймалу, что на гавайском означает «из спокойного океана». Она родилась в неволе в результате случайного спаривания. Псевдосамец касатки весом 900 килограммов спарился с самкой Афалины, вес которой составлял 200 килограммов. Но что более удивительно, этот Вольфин был способен давать потомство. Кто знает, быть может, необычные создания, которых люди вывели искусственным путем, в конце концов заполонят просторы морей и океанов. Думаю, ученым стоит делать правильные выводы и трижды анализировать, кого и с кем они будут скрещивать. В противном случае, дисбаланса и хаоса в мировом океане, да и в животном мире в целом, будет не избежать. Зеброид Слушайте, название этого существа звучит так, будто оно не с нашей планеты, а откуда-то извне, с других галактик. Или как будто это робот, а не живое создание. Тем не менее, лошадь-киборга мы оставим на другой раз. А сейчас посмотрим на настоящее чудо. Это существа, которые являются гибридными плодами любви между зебрами и другими представителями лошадиных. Иногда их даже могут делить на дополнительные группы. Все зависит от того, кто будет мамой, а кто папой. Существуют, к примеру, заросы и зебрулы, но это уже другой разговор. Как бы их ни называли, суть остается прежней. Перед нами уникальное животное, которое появилось на свет после того, как кобыла и самец-зебры остались наедине в закрытом пространстве. По комплектации, зеброид больше похож на мать, то есть на лошадь. А от зебры этот зверек взял необычный окрас. Ученые пока не понимают из-за чего, но нередко зеброиды рождаются довольно хилыми и недоразвитыми. Не стоит списывать их со счетов и думать, что с ними можно делать все, что захочется. Как раз наоборот, зеброиды взяли от своего отца агрессивный и напористый характер, поэтому спорить с ними лучше не стоит. Также в природе можно встретить результат спаривания зебры-мамы и жеребца-папы, либо же осла. Как бы то ни было, всех этих существ объединяет одно. Они растут под чутким надзором людей. Мы же используем их по-разному, в основном в качестве ездового и вьючного транспорта. Особую популярность эти модернизированные лошади получили в Африке. Мухи-ЦЦ их почему-то не берут. Единственный нюанс, который до сих пор никому не удалось исправить, это скверный характер. Кайволк Хоть дикие волки и койоты довольно близкие родственники, еще давно они пошли по разным эволюционным путям и ведут себя по-разному. Таким образом, смешивание этих видов позволяет ученым получить совершенно новый гибрид с массой преимуществ, к которым в первую очередь относится умение охотиться стаями по-волчьим, а также приспосабливаться к городским условиям по-каетски. В отличие от большинства других случаев, скрещивание видов произошло естественным путем. Люди были в этом замешаны, но только косвенно. Они массово вырубали леса и сокращали популяцию тех и других. Не находя достойных претендентов на спаривание, койоты и волки выбирали друг друга и образовывали новый гибрид. Люди взяли получившийся геном на изучение и поняли, что он на четверть состоит из генов волка и на две трети из генетических данных койота. Вся оставшаяся часть генома принадлежит крупным породам собак, вроде немецких овчарок и доберман-пинчеров. Весят кайволки около 20 кило, живут в своих родных диких лесах. Они обладают мощной пастью и превосходно охотятся в стаях. Считается, что один кайволк способен поймать оленя, а целая стая может завалить взрослого лося. Примечательно, что у кайволков гибридным является даже голос. Сначала они издают волчьи звуки на низких частотах, а потом переходят на тявканье, как у койотов. Козебра Так, а это у нас что такое? Неужели люди умудрились скрестить корову с зеброй? Не спешите паниковать и говорить, что это уже ни в какие рамки не лезет. На самом деле, ни о каком смешивании видов речи и не шло. Фермеры случайно обнаружили лайфхак, который помогает и им, и самим животным, приносящим вкусное молоко. В ходе экспериментов люди пришли к выводу, что если на теле коровы нарисовать полоски, насекомые будут кусать ее на 50% реже. Не поверив своему счастью, они взяли шесть других коров и разукрасили их под цвет зебр. Седьмой уже оставили без полосок, такой, какая она была от рождения. С помощью камеры исследователи фиксировали все реакции коров на укусы и пришли к выводу, что разукрашенные полосами животные страдали от насекомых меньше. По словам ученых, такой способ защиты скота может стать безопасной альтернативой использованию пестицидов. Яглев Гибрид ягуара и львицы. Казалось бы, что может быть круче? Один славится своей потрясающей скоростью и умением вести тактические бои. Другая отлично дерется в составе Прайда, является примерной матерью. Смешав двух этих диких кошек, ученые пришли к открытию нового животного – Яглеву или Яглиону. Впервые их зафиксировали в 2006 году, причем случилось это спонтанно, по желанию самих животных. Представители этого гибрида достигают примерно 270 сантиметров в длину, весят более 150 кило и обладают наилучшими чертами своих родителей. Помимо гибридов, на фоне остальных животных сильно выделяются и альбиносы. И сейчас я покажу вам самых редких из них. Слон-альбинос А вы знали, что у тайцев есть особая примета, связанная с белым слоном? У них принято, что если увидеть его воочию, это будет расцениваться как счастливое предзнаменование. К примеру, во время любых военных действий местные никогда не используют этих животных. Слоны здесь могут применяться только в религиозных и королевских церемониях. Сегодня в Таиланде люди реагируют на белого слона так же, как и несколько веков назад. Об обнаружении белого слона сразу передаются сведения в соответствующий отдел управления делами королевского двора. Далее экспертная комиссия тщательно осматривает животное и выявляет наличие у него особых специальных признаков. К ним относятся белые глаза, небо, ногти, волосы, хвост и кожный покров белого либо глиняного оттенка. Если все это совпадает, то животное возводится в статус королевских слонов. У других народов считается, что белый слон – это символ того, что монарх правит государством справедливо и мудро, а значит, государство благословлено на мир и процветание. С такими хорошими новостями не так давно люди встретили и вот этого слоненка. Произошло это в западной части Мьянмы. Сообщается, что животное обладает семью из восьми благоприятных для белых слонов характеристик. Интересно, этого было бы достаточно для того, чтобы в том же Таиланде отнесли его к королевским животным? Самая редкая горилла Вряд ли кто-то из вас мог предположить, что в мире могла существовать редчайшая и уникальная в своем роде горилла, но, к счастью, такое было. Речь идет о красавице по имени Снежок. Уникальность которого заключалась в том, что он был альбиносом. В зоопарке Барселоны Снежок появился в 1996 году, после того, как его поймали в экваториальной Гвинеи и перевезли в Испанию. После того, как альбиноса увидели местные жители, он стал любимцем города. Горилла относилась к подвиду западная равнинная, отлично вела себя на публике, не нервничала и любила, когда ее кормили йогуртом. То ли уникальный организм, то ли такое теплое отношение к нему, но что-то из этого определенно принесло свои плоды, и Снежок жил около 40 лет, что является настоящим рекордом для обезьян с такой аномалией. В 2003 году любимца публики подвергли эвтаназии. Каждый мог прийти и попрощаться с гориллой. Сделать это пришлось из-за того, что горилла-альбинос страдал необычной формой рака кожи. Ученые думают, что болезнь развилась именно из-за того, что он был альбиносом. После кончины Снежка его клетку оставили пустовать. Там всегда опущены жалюзи, всегда лежит букет цветов, и есть табличка с надписью «Мы тебя любим и будем помнить». Ворона-альбинос Выражение «белая ворона» давно уже стало метафорой, которая означает резкое отличие того или иного человека от окружающих. Однако что-то мне подсказывает, многие из вас даже и не догадывались, что белые вороны по-настоящему существуют и живут, скажем так, не самой простой жизнью. К примеру, их постоянно достают сородичи, заставляя оправдываться за такой нелепый, по их мнению, внешний вид. Если ворона не сумеет отстоять свои права, то она буквально будет обречена на постоянные издевки со стороны сородичей, что не есть хорошо. И ладно бы на издевках все закончилось, но ведь это не предел. Как известно, многие животные в брачный период привлекают партнеров яркостью нарядов. Бледным и незаметным альбиносом в этом случае сложно бывает обратить на себя внимание противоположного пола. К тому же, часто случается и полное неприятие альбиносов обществом себе подобных. А иногда матери даже отказываются вскармливать таких детенышей. Так, а это что тут у нас за милое бледненькое создание? Оказывается, перед нами ехидна, которую случайно повстречала девушка-фотограф из Австралии. Обычно ехидны покрыты темными шипами, но у этой особи были бледно-голубые глаза, обрамленные розовой кожей и белыми ресницами. В дополнение к ее снежному пальто, когти тоже были белыми. Прикол в том, что ранее ученые никогда в истории не встречали ехидну альбиноса, однако все факторы говорят о том, что фотограф не врет, и такие ехидны действительно существуют. Поскольку о них нет практически никакой информации, предлагаю вам написать в комментариях, как, по вашему мнению, они существуют в коллективе? Их тоже гнобят как ворон, или все-таки к ним относятся с пониманием и уважением? Аллигатор Белые тигры, белые вороны, да и белые слоны – все это звучит в принципе логично, но кто бы мог подумать, что в природе можно встретить даже белого аллигатора? Вот, если не верите, взгляните на кадры из американского тематического парка. Эту самку прозвали «жемчужина», доставили ее туда в 2009 году. Как и у других носителей альбинизма среди аллигаторов, у нее молочно-белая кожа и красивые глаза. В природе шансов на выживание у подобных особей крайне мало. Окраска не позволяет им слиться с окружающей средой, они крайне чувствительны к солнечным лучам, страдают расстройством зрения и уязвимы ко многим болезням, несвойственным обычным представителям своего вида. Тем не менее, жизнь в неволе в кои-то веки играет им на пользу. Там их обеспечивают едой, водой и теплом. А теперь речь пойдет о самом известном в мире горбатом ките-альбиносе, живущем в Австралии. Зовут его, как вы уже догадались, Мигалу. Он был первым из горбатых китов-альбиносов, которых людям удалось повстречать. Произошло это, к слову, в 1991 году. Этому киту посвящен сайт, аккаунт в Твиттере. Он охраняется специальным законодательством штата Квинсленд и Австралии. По закону, морской транспорт не может приближаться к животному ближе, чем на 500 метров, а летательные аппараты ближе, чем на 610 метров. Штраф за нарушение дистанции составляет почти 17 тысяч долларов США. Вот настолько местные власти охраняют этого красавчика. Вы знаете, и ведь они все правильно делают. Как-никак, встретить подобного кита-альбиноса – огромная редкость. Из-за принципа их взросления, если такие киты и где-нибудь рождаются, то, скорее всего, они попросту не переживают начальные этапы. Мигалу же стал исключением, и это заслуживает уважения. Ну а если вдруг кто-то из вас по какой-то причине сомневается, альбинос ли он вообще, то вот вам доказательства. В 2004 году ученым удалось взять кусочек кожи кита, который отпал после его прыжка. Анализ ДНК подтвердил, что мигалу – самец, а еще что он настоящий и полноценный альбинос. Судя по тому, что живет кит уже довольно долго, такая необычная особенность ему совсем не мешает. Вот мы с вами все говорим об альбиносах, но так и не затронули тему того, почему же сородичи недолюбливают выделяющихся близких. Что может мешать альбиносам нормально существовать, и как они приобретают подобный окрас? Об этом далее. Что такое альбинизм? Начнем с того, что альбинизм – генный сбой, который является никаким не даром природы, а скорее наоборот. Его нельзя вылечить или переждать, когда пройдет само. Это дефект, который навсегда лишает животное его естественной окраски. За отсутствие цвета отвечает ген, который не позволяет пигменту вырабатываться в организме животных. В нормальном состоянии он должен присутствовать в коже, шерсти и сетчатке глаза. Этот самый ген рецессивен. Это означает, что для появления на свет альбиноса нужно, чтобы ген был и у матери, и у отца. По подсчетам ученых, шанс того, что в дикой природе встретятся два таких родителя, составляет где-то один к двадцати тысячам. Альбинизм в природе наблюдается как полный, так и частичный. Полные альбиносы – это особи, лишенные всех естественных расцветок. У них бледная кожа, белая шерсть и красные глаза. Чаще такое наблюдается у теплокровных животных. Альтернативный вариант развития событий – это когда у животного естественный цвет глаз, лап, хвоста и морды, при этом шерсть на всем туловище лишена пигмента. Бывает и так, что белые волосы перемешаны с цветными по всему телу, а иногда по телу имеются пятна, лишенные пигмента, в то время как все остальное тело окрашено естественным образом. В любом случае, суть вы, наверное, уже поняли. Но что в этом плохого? Почему из-за этого животные должны недолюбливать своих сородичей, а сами альбиносы должны испытывать какой-то дискомфорт по жизни? Что ж, сейчас я вам это объясню. При всей своей элегантности, такие животные обречены на постоянные проблемы со здоровьем. Во-первых, у них на протяжении всей жизни понижен иммунитет, что делает их открытой мишенью для инфекций. Во-вторых, альбиносы всегда страдают плохим слухом и очень часто плохим зрением. Тут вновь все дело в генетике и в том, что одни гены сказываются на состоянии других. Теперь добавим к этому минусы быть альбиносом, если ты хищник. Ты просто-напросто не сможешь подкрасться к жертве. Сюда же добавляется ажиотаж со стороны людей. Все хотят себе шкуру необычного цвета или какой-то другой трофей. Это, как вы понимаете, делает альбиносов идеальной мишенью для охотников и браконьеров. Ну и про выбор партнеров в дикой природе я вам сегодня уже рассказывал. Из-за неподходящего окраса альбиносам не просто стать лучшим среди собратьев. Альбиносам трудно найти себе пару, поэтому зачастую они будут совершенно одни на протяжении всей своей жизни. А на этом все. Напишите в комментариях, какой гибрид животных вывели бы лично вы. И спасибо за просмотр.